Александр Науменко 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 но никого из них не было рядом. Нас оставили, к нам не смогли добраться. Как я уже узнал гораздо позже, во взрослом возрасте медперсонал слышал наши вопли, но ничего не мог сделать. Все они в тот момент находились на улице на безопасном расстоянии, дожидаясь приезда пожарной команды. Все они стояли и слушали наши мольбы и крики ужаса, что вылетали из горящего здания. Никто из них не попытался прорваться к нам. Мы были обречены на смерть. Мы и четверо детей, что остались внутри. Где-то с грохотом рухнул потолок. Языки огня взметнулись вверх, перекидываясь на новые участки. Вновь затрещали доски. Что-то взрывалось с громкими хлопками. Возможно, бутыли с лекарствами или ампулы. Температура внутри здания резко повысилась. Даже не знаю, когда это произошло. Время на тот миг не имело никакого значения. Просто в один из моментов сквозь слезящие глаза я увидел, как к нам приближается тонкий силуэт. Это была женщина, или лучше сказать молодая особа, лет двадцати пяти, в обрамлении светлых волос, будто ангел. С нее можно было писать икону. Это чудо позвало нас мягким голосом, говоря, чтобы мы все подошли к ней. Я тут же соскочил с кровати, не мешкая, подбежав к медсестре. На ней был надет белый халат. «Отлично, моя маленькая!» — улыбнулась она. Улыбнулась так мягко, что на сердце разом стало легко, а слезы мгновенно высохли. «Теперь давайте выйдем из этого места». В голосе совсем не слышалось тревоги, лишь материнская нежность. Я взял ее за руку, сразу же ощутив вселенское спокойствие. Мне отчего-то стало ясно, с нами будет все в порядке. Эта медсестра обязательно нам поможет и выведет из горящего здания. Приникнув к хрупкой фигуре в белом халате, точно утята к маме-утке, мы двигались таким образом по коридору, направляясь к выходу. Нужно было пройти два коридора, а потом свернуть, и тогда будут двери на первый этаж, пока еще на безопасную лестницу. Но впереди возникло неожиданное препятствие в виде стены из огня. В этом месте рухнул потолок, подняв громадный вихрь из пламени. «Не волнуйтесь, мои маленькие», — вновь подала голос наша спасительница. «Просто идите за мной и ничего не бойтесь». И мы пошли, сразу же поверив ей, ведь человек с такой ангельской внешностью не мог обмануть. Мы спокойно прошли сквозь стену огня, и языки пламени нас даже не обожгли, они лишь бессильно опадали, когда касались наших тел, будто вокруг нас имелась некая невидимая защита. Вскоре мы достигли выхода. Двери отсутствовали, вывалившись наружу. Дым стоял настолько густой, что видно ничего не было. Правда, я больше не кашлял. Наверное, все то же чудо, которое не давало огню трогать нас. «Живите долго, мои маленькие», — проговорила медсестра, подталкивая нас в спины. Мы бросились вперед и уже вскоре находились на улице на свежем воздухе. Я обернулся лишь раз, но своей спасительницы не увидел. Впрочем, в тот момент о ней никто и не думал. Все, кто находился на улице, были в шоке от нашего появления. Как так? Дети вдруг вынурнули из дома? Живые и здоровые? После этого пожара детское отделение долго еще стояло в таком состоянии. Уже потом, после развала Союза, ближе к концу девяностых, там выстроили новое здание. Пятиэтажное, современное. Я, конечно, часто вспоминал тот случай. Если бы не медсестра, не писать мне этих строк никогда. Но случилось так, как случилось. Мы смогли выжить, оставшиеся одни в палате. И на помощь нам пришла... Буквально несколько месяцев назад я сидел в архиве, просматривая старые газеты. Да, там было и о пожаре, в котором мне довелось побывать. К счастью, в ту ночь никто не пострадал. Правда, писалось о том, что медицинский персонал героически спас детей. А про то, что мы остались одни, ни слова. Ну, да бог им судья. С другой стороны, все-таки они спасли большую часть, как ни крути. И вот, углубившись в историю, я просматривал газеты, которые относились к 20-м годам прошлого века. Оказывается, в той больнице произошел еще один пожар. Намного раньше нашего, если можно так выразиться. Кто-то поджег пристройку, которая примыкала к зданию. Вспыхнул огонь. В палатах началось задымление. Кто и зачем это сделал, увы, не знаю. В архиве об этом ни слова. Короче говоря, персонал принялся эвакуировать больных довольно благополучно. Всем удалось спастись, кроме одной медсестры. Да, вы, наверное, уже догадались. Та медсестра и девушка, которая спасла нас. Одно и то же лицо. Я смотрел на черно-белый снимок и не мог поверить. Ей было на тот момент всего 22 года. Она погибла, задохнувшись от дыма. Но спустя несколько десятилетий, в 80-е снова вернулась, чтобы вывести из горящей больницы четверых оставшихся детей. Как и тогда. Эта медсестра спасла жизни, являясь, по сути, уже сама давно не живой. Вот на этом и все. Я рассказал то, что желал. Мне просто хотелось, чтобы об этом случае знали не только мы четверо, но и остальные люди. Несмотря на быстро развивающиеся технологии, в нашем мире все еще остается местечко для загадочного, сверхъестественного. И думаю, что так будет всегда. Всегда будут тайные вопросы, на которых не получить ответа. Заметка от 17 ноября 1921 года. Кубанский вестник. Медсестра спасла из горящей больницы 20 детей. В ночь с 14 на 15 ноября в здании детской больницы на улице Синой 13 произошло возгорание. В результате пожара пострадали 30 пациентов больницы. К счастью, обошлось без жертв. Причиной пожара стал конец рассказа.